Это утро в Петербурге, в студии Дарина Шарова. Хаил Спичка, мы продолжаем. Кижи, Кибач, Рускеала. Каждый, кто даже никогда не бывал в Карелии, наверняка слышал о ее достопримечательностях. А удивительную карельскую природу точно видел на киноэкране. Ну, например, в обеих версиях прекрасного фильма «Азорь здесь тихий». В горном парке Рускеала открылся обновленный маршрут. О том, где выращивают сталактиты и сталагмиты, мы поговорим с одним из создателей маршрута. У нас в гостях председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического общества, спириолог Антон Юшко. Антон Алексеевич, здравствуйте. Как всегда, рады вас видеть. Доброе утро. Давайте уточним, что это не новый, а все-таки обновленный маршрут. Вот что же обновилось в первую очередь? Конечно, обновился сценарий. Сценарий сезонный, условно зимний. Потому что любой перепад температуры на поверхности у нас влечет за собой целую цепочку удивительно красивых последствий под землей. И вот благодаря эффекту холодового мешка, как говорят специалисты, под землей начинают расти сталактиты и сталагмиты изо льда. Красивые последствия. Да. А совсем скоро, с 20 февраля, группа мастеров начнет строить под землей еще и ледовые скульптуры, играя с природой, создавая рядом с природными извояниями искусственные. А тему, простите, уже обозначили? А вот тема как раз... Мы следуем в общей конве теме историко-культурной в последние годы. Но что будет в этом году, это пока интрига. Неизвестно? Мы еще сами не знаем. А кто принимает это решение? Это сами художники-скульпторы как-то совещаются и коллегиально? Во-первых, группа мастеров предлагает свои варианты эскизов. И да, конечно, команда Горного парка тоже подсказывает свои варианты. И, видимо, это будут мифы и легенды Карелии. Но так было в прошлые годы. Эпо скаливало, копия удивительных архитектурных доминантов Петербурга, в которых отразился русский альский мрамор. В прошлом году были еще и две деревянные церкви Карелии. Но вот что будет в этом году, это действительно интрига. И вот ближе к февралю мы узнаем об этом. Зовите еще, и я с удовольствием буду приоткрывать завесы тайны. Хорошо. А вот о мраморе, кстати. Вот мраморный известковый завод. Он находится в зоне развития, да, Горного парка? Да, действительно, недалеко от новой станции железнодорожной. Там находятся еще и несколько кирпичных, удивительно красивых труб, которые стали уже своеобразным образом этой территории, символом. Но так как нужно заниматься реставрацией, то, конечно, тема эта растянется на годы. И сейчас идет действительно длительный период поиска эффектного решения и эффективного в данной ситуации. Но ими можно любоваться со стороны. И я как фотограф тоже выявлял эстетику этого пространства. Они совершенно не похожи на какие-то индустриальные объекты, что-то совершенно иное есть. Теперь уже, да, вы правы. И самое интересное, что вот как раз самый старый из них, это 1896 год. Это время, когда мрамор начали добывать закрытым способом. Когда, собственно, и появились те штольни, куда мы зовем сегодня туристов пройтись по спелео-маршруту подземной Рускеала. То есть трубы косвенно или прямо, так или иначе, связаны с подземным пространством. Кстати, этот спелео-маршрут, он единственный в Карелии, насколько я знаю, и пользуется действительно очень большой популярностью. На сегодня, да, подземный маршрут единственный. Но спелеологи уже ведут исследования и в других заброшенных рудниках в окрестностях, допустим, деревни Калатсельга в Пряжинском районе. И легендарная шунгитовая штольня, я очень надеюсь, в ближайшие годы тоже может стать объектом туризма. Сейчас мои коллеги как раз проводят уникальный этап обработки материалов-то по съемочным идет. А вот что должно произойти со штольней, чтобы она превратилась в туристический объект? В первую очередь, конечно, вопросы безопасности нужно проработать, геодинамика, наблюдать за этим объектом в течение сравнительно длительного периода, хотя бы полный сезонный цикл наблюдений, чтобы опять-таки понять, как образуются там сталактиты и сталагмиты. При входовой части обычно это происходит в любом подземном пространстве. Как движется воздух там, как биота ведет себя, ведь под землей формируется экосистема, и очень важно не нарушить ее, наоборот, по возможности помочь. И, конечно, далеко не каждый подземный объект может стать объектом туризма, но вот в случае как раз с оброшенными рудниками и штольнями, это очень вероятный прогноз развития событий. Тем более, есть спрос на внутренний туризм и на особые объекты. Тем более, каждый подземный объект добавляет сакральности территории, он обладает своей легендарикой, он притягивает внимание, и вокруг него можно формировать целую инфраструктуру. Но очень важно найти баланс между развлечением и наукой, что, собственно, в горном парке Рускеала нам на сегодня удается. Я в очередной раз приглашаю вас. Я понимаю вашу занятость, но надеюсь, что рано или поздно мы все-таки увидимся. Найдем, найдем время, приедем с Дариной. Спасибо большое. Наверное, последний вопрос. Короткие карельские пейзажи действительно без преувеличения выглядят очень захватывающе в любое время года. И запечатлеть их можно не только себе на память при помощи собственного смартфона, например, но и поучаствовать в каких-то конкурсах. Вот на каких площадках принимаются такие снимки, где они могут быть интересны? Спасибо за этот вопрос, потому что буквально на днях мы начнем прием работ на фотоконкурс «Лики земли карельской». Это конкурс в контексте фестиваля «Земля Калевала», финал которого пройдет в апреле в Петербурге. Но это, я надеюсь, тема нашего следующего эфира. А конкурсные работы готовьте, и мы с удовольствием их примем. Фестиваль можно найти в сети легко. Чтобы не только в памяти смартфона эта красота оставалась. И в твоей собственной, но и где-то еще. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!